Здесь сестры нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Приветствую всех с Петербурга, с Черной речки. Здесь парк, красивое время года, северная осень. Здесь место дуэли Пушкина и Дантеса. Вот нашел такое место здесь, лавочку, и молюсь, прогуливаюсь по парку. И здесь вот записываю такие видео, тематические, как раз посвященные вот этим темам нашим сегодня. Молитвы за Израиль, за Иерусалим. И приоритетная молитва такая моя уже больше 20 лет. Она моя самая важная молитва всегда. Это молитва о воскресении православия, о воскрешении Церкви Божьей, о православии и о всем христианстве. О реформации. Слава Богу. Так что, дорогие друзья, благоставляю всех вас. Тоже прошу ваших святых молитв. Вот. О реформации. Да, и вот в предыдущей части я, значит, сказал о мессенджерах. Там, значит, сказал о, значит, WhatsApp и Viber. И также SMS-сообщения, которые приходят. Вот. Но сам номер не продиктовал, извиняюсь, забыл. Но сейчас хочу как раз напомнить всем вам этот номер. Вот. И также сказать, что вот эти сообщения читаю, молюсь по этим сообщениям также. Запишите этот номер обязательно. Даже если вы не в России, то, ну, Viber, WhatsApp, пожалуйста, можно им пользоваться с любой страны. Можете писать мне на этот Viber, WhatsApp. А даже если нахожусь я не в России, тоже проверяю сообщения. Плюс 7, 915, 780, 48, 74. Я еще раз повторю. Это номер МТС. Значит, запишите его, пожалуйста. И дайте вашим тоже друзьям, знакомым. Плюс 7, это код России. 915, 780, 48, 74. Вот. И Бог в помощи, как говорится. Бог да благостовится к вас. Вот. Жду ваших сообщений также. Вот. И на Viber, и на WhatsApp. Сообщений, значит, и молитвенных. Нужно определенных ваших, да. Значит, о чем вы молитесь. Чтобы я имел тоже честь и возможность присоединиться к вашим молитвам. Вот. Для меня это честь на самом деле. Также свои свидетельства, а особенно, меня каждый раз сцепляют, особенно, за живое. Вот те свидетельства, когда люди прошли какой-то путь религиозный, допустим, в католицизме, в православии, в протестантизме. И вот, и обратились к живому Богу. От мрака религиозных традиций христианских к живому Богу. От религиозного культизма, мракобесия, традиционализма обратились к живому Богу. Это очень важно. Вот само, как происходит духовное перерождение. Кстати, в Сакраменто с Алексом Шевченко эту тему поднимали мы. Надеюсь, в 2019 году, в следующем, продолжим эту тему. Поэтому собираюсь открывать визу американскую, и Бог да усмотрит снова быть у него. И я очень хочу поделиться словом в таких, как бы, программах, продолжающих те программы, которые мы написали уже. В частности, вот 20 лет назад программа «Угол» есть в моем участии. Так, и наберите, если не смотрели, посмотрите обязательно. Интересно. Отец Сергий, 20 лет... Ой, извиняюсь. Программа «Угол», Отец Сергий. Вот, я постараюсь даже здесь тоже на канале выставить. У меня была когда-то выставлена, но я так не могу найти эту запись, честно говоря. Вот, я как-то, видимо, ее обозначил... Не помню как даже. Поэтому я постараюсь вновь загрузить ее сюда на канал. Может быть, даже с комментариями. Было бы интереснее даже, думаю, с комментариями. Потому что, знаете ли, прошло 20 лет уже, уже больше 20 лет. И, знаете ли, хочется вот многие эти темы продолжить, свидетельствовать во славу Божью, славу Господу. Так вот, и с Алексом Шевченко мы тогда, еще и 20 лет назад, и потом 10 лет назад, темы поднимали духовного возрождения, спасения человека, души. Ну, больше в разговорах таких, знаете ли. Хотя и вот в трансляции. Я помню, он меня привез кладбище одному, показывал там славянское кладбище в Сакраменто. И много могил, молодежь славянская, которые выросли в христианской традиции, в протестантизме выросли, в частности, в баптизме, в пятидесятничестве. И их родители, дедушки и бабушки, мамы и папы наивно полагали, что они от малых ногтей уже, значит, от молодых ногтей уже верующие, от молокоматери, как бы, выросли раз на церковной скамье. Но эта наивность очень быстро рассеялась. Жизнь поставила точку над «и», расставила. Иисус, действительно, Он для каждого Господь, но Он хочет быть Господом не по наследству, не просто по матери, по отцу, а именно лично в твоей жизни. И, как говорил Чарльз Перджин, у Бога нет внуков, у Него дети. Действительно, и каждый должен пережить это в своей жизни чудо. Вот, эти темы я хочу продолжить также и в Сакраменто, и здесь также в России. В частности, вот в Петербурге продолжу вот такие, как бы, семинары, которые начинал еще 4 года, 5 лет назад, получается, да. Значит, о тоже духовном возрождении, спасении. Здесь, почему в Петербурге? Потому что это колыбель правоставного обновленчества. Здесь начиналось, здесь зарождалось правоставное обновленческое движение. Уже больше 100 лет тому назад. И это удивительное чудо, действительно удивительное чудо. Так, сейчас я, братья и сестры, извиняюсь. Сейчас здесь как раз еще сообщение. А, вот, все, отправляю. Слава Богу. Молюсь, доставлено. Молюсь о петроградских священнослужителях. Здесь, в Петербурге много достойных священнослужителей. Вот, разных конфессий, разных деноминаций. В прошлое воскресенье проповедовал. Сегодня шаббат, сегодня суббота. Вот, я в парке здесь наслаждаюсь Господом. И вот, имею возможность делиться с вами словом. Вот, в таких программах таких. Вот, их. А в прошлое воскресенье проповедовал здесь, в шведской кирхе, на улице Конюшиной. В этой кирхе там много разных собраний проходит. Я там бывал уже не раз уже. Я там и в мессианских общинах там проповедовал. Значит, и в церковных собраниях разных. Вот, слава Богу. Я думаю, что Господь усмотрит. Господь усмотрит, значит, и еще. Здесь тоже проводить собрания. Вот. О, спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот, и, конечно, молюсь о... Здесь, раз зачиналось это православное обновленчество, молюсь о том, чтобы здесь и возрождение, новое начало свое получило обновленческое православное движение. Тоже прошу ваших молитв святых. Присоединяйтесь к этим молитвам. Хорошо? Вот. И молитвенно, и финансово участвуйте в этом служении Господу. Это очень важное служение, которому... Я имею в виду то, которому Бог меня призвал. Вот. И, конечно, если вы в Петербурге, или здесь в области, где-то поблизости, то свяжитесь со мной обязательно. Напишите мне. Вот. Буду рад встретиться. Где-нибудь на Невском посидим, там, каву попьем. Ну, кофе, чаю, там, пообщаемся. Вот. И, конечно, помолимся. Но даже если вы не можете быть физически телом здесь, в Петербурге, то прошу, там, где вы находитесь, будь это в Америке, или в России, или в Украине, или где еще, помолитесь, пожалуйста, тоже. Присоединитесь. И в ваших собраниях помолитесь, пожалуйста, о том, чтобы здесь, в Петербурге, на берегах Невы, новое начало свое получило, православное обманулинческое движение. Вот. И семинары, которые проводил уже я, и на Васильевском острове, и вообще уже не раз уже в Петербурге, в разных местах, посвященные истории христианства, и вспоминал добрым словом и Александра Боярского, и Александра Веденского, и других деятелей того времени, 100-летней давности. Вот. Но, в частности, один из вечеров я посвящал уже Александру Боярскому. Вот. И надеюсь, что у Михаила получится, его внука, известного артиста театра и кино, все-таки побывать на таком семинаре. Вот. И также буду читать такие семинары о многих деятелях, о Ломоносове, о том же самом Пушкине, потому что здесь вот место даже, допустим, оно такое навевает такие мысли. Пушкин с Петербургом, его жизнь тесно связана, вот, очень сильно связана. Это, собственно, город Пушкина. Вот. И, знаете, да, в Царском селе учился, в Петербурге жил, вот, и, как бы, Питер, для него Петроград, Петербург, для него город был, ну, будем так говорить, свой. И, знаете ли, здесь место дуэли Пушкина и Дантеса, где он получил смертельную рану. Ну, медицина в то время была еще в таком очень плохом состоянии, плохом, и, как бы, не смогли спасти поэта. Но я сейчас не о том, а о том, что, действительно, рассказывая об Ломоносове, о Пушкине, о других деятелях, о Мелиссину, Ивана Ивановича Мелиссину, это вообще забытая история, к сожалению, это был реформатор. Я хочу указывать людям на спасителя Господа Иисуса Христа, открывать Слово Божье. Вот. И по поводу Ивана Ивановича Мелиссину, конечно, это вообще, это отдельный семинар необходим просто, даже не просто отдельный вечер, а семинар, полноценный, полнокровный семинар, потому что с чтением и разбором главной книги его жизни, будем так говорить, эта книга называется «Пункты», которая действительно стала, ну, для православия, наверное, тем же, что и тезисы Мартина Лютера, 95 тезисов, помните, да? 31 октября 1517 года, которые дали начало, толчок к реформации. Вот. И я думаю, что, знаете, вот, пункты Ивана Ивановича Мелиссину в 18-м столетии, в конце 18-го века, они стали, на самом деле, таким мощнейшим толчком. Конечно, для успешной и продолжительной реформации необходимы условия определенные, религиозные, политические, социальные, вот, но, по крайней мере, прозвучало это. И сегодня, уже сейчас, уже в 21-м столетии, перечитывая пункты Ивана Ивановича Мелиссину, действительно, есть над чем поразмыслить. Тем более, что большинство вот этих пунктов, они не потеряли своей актуальности по сей час, по сей день. И, собственно, вот многие реформаторские идеи я почерпнул, как бы, и, по крайней мере, нашел единомыслие именно вот в сочинениях Ивана Ивановича Мелиссину, тогдашнего оберпрокурора Священного Синода. Да, друзья, дамы и господа, благоставляю вас всех во имя Господа Иисуса Христа. Да, и, как по скриптум, под каждым видео есть более полная информация, как вы можете и молитвенно, и финансово участвовать в моем служении Господу, быть причастными к служению. Даже если вы не православный человек, вы, допустим, протестант или католик, я призываю вас все равно не, будем так говорить, не замкаясь в своей конфессии, принять участие в реформаторском и евангельском православном пробуждении. Поэтому участвуйте и молитвенно, и финансово. Тем более, это даже еще более ценно, если вы не православный христианин, но, допустим, протестантский верующий, да, или католический верующий, то это еще более ценно, ваше участие. Это показывает, действительно, что мы одно тело, и у нас одно дело. Одно тело Иисуса Христа, одна церковь. Пусть Бог благословит вас. Из города Петербурга, Божьей милостью, архиембископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиембископия. Мир всем вам. Аллилуйя.